здесь вот есть у меня еще лопаты без черенков черенок это у нас называется держак это купил недавно пару черенков сейчас набить надо чтобы были про запас лопаты кстати окно докрашена полностью здесь раму покрасил вставлю сегодня окно дождик срывался но не пошел сильный дождь на завтра стоит дождь вот может почти послезавтра думаю теплицей заниматься и от крышей тоже не значит не делать с работы приходишь совсем мало времени остается так лопаты пока позволяет погода на свежем воздухе кстати хорошие лопаты еще советские черенки рассохлись сломан черенок и там и там вот вот Это лопата еще в бетоне. Вот так. садится как родной вот кстати набивать лопату вот здесь по ручке стучишь получается на весу даже она налазит вбитый молотком шуруп держит лучше чем вкрученный отверткой гвоздь здесь они нужны наверно подкисать так так это чтобы не мешало здесь отлично так вот получается заподлицо когда будешь копать будет упираться а так не будет упираться так 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 теперь есть лопаты про запас здесь друзья еще хочу показать момент то что осталось от терочки буквально 3 миллиметра местами вот это я затирал стену в общем совершенно тоненькая стерлась вся почти поедет на свалку с остальным мусором в общем друзья пока вот так вот здесь пока форточку не вставил пусть краска подсохнет вот в общем как то так сквозняка уже внутри не будет здесь еще окна немножко потрем они запылились уже можно будет или заниматься вот так друзья прикол искал вот эти иголки сегодня везде ходил заглядывал они вот висят если бы брат не пришел гость я пахи не нашел хорошо не знаю что у тебя дома тут висит дорогие друзья всем привет сегодня хочу приготовить вербуны наконец-то для этого нам понадобится полтора стакана кефира но у меня не кефир а кисляк козий тут этот один стакан и я еще потом добавлю еще полстакана сахара стакана по рецепту идет но у меня стакан маленький поэтому полстакана щепотка соли разрыхлитель для теста мука 400 грамм и масло сливочное по рецепту идет 50 грамм но у меня тут меньше я добавлю меньше у меня как раз растапливается поехали одно яйцо вбиваем добавляем сюда соль сюда же добавляем сахар без помощников никак помогать только смотри алиса ты меня толкаешь пожалуйста потом когда будем делать помогать тесто будете катать вместе да еще полстакана еще полстакана кефира у меня очень вкусно готовила ввергуны тетя маша еще больше я пробовала первый раз она готовила ввергуны но смысле у нее я пробовала первый раз там тоже ввергуню называли или как я не помню как она называла я честно говоря не помню мама называла ложка соли хорошо только не надо ее сюда я тоже хочу мешать у тебя уже ничего все впереди постепенно добавляем муку она у меня уже просеянная давай буду брать ты мешай по чуть-чуть по чуть-чуть постепенно давай 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 вот там у нас какran и сюда побегите боже не надо алиса давайте мама сама скажи справиться я понимаю вы хотите очень маме помогать все хотите тесто становится все гуще и гуще буду замешивать сквозь рукой пока все хватит это хватит иди на возьми иди помой помой пожалуйста тесто должно быть получиться мягким мука у всех разная у меня даже больше уйдет чем 400 грамм замешиваю тесто муки взяла много конечно тесто должно быть мягкое но не липнуть к рукам она у меня пока липнет поэтому я думал что это последний замес с мукой вот такое тесто у меня получилось такое мягкое довольно податливое сейчас я его накрою пищевой пленкой и оставлю на 15 минут а через 15 минут будем уже катать раскатывать и готовить вергуны когда мы были маленькие да так смотри мы в голову так это были синоники а сейчас сядьте как вот так в 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 сковородку с маслом масло надо нужно полностью погружаться может надо было кастрюлю не знаю казан там раскладываю тоненько еще кусок за давно я не готовила иргуны очень давно в этом доме мы уже готовили тоже правильный пункт и готовила Смотрите продолжение в следующей части. Глубки получились. На прямоугольники режу. Глубки получились. И вот тут посередине такой небольшой разрез я делаю. Тут я думаю то на что гораздо, кому как удобно. Я делаю вот так, потому что я видела как моя тетя делает. Она меня мучила. Я вот так вот мне запомнилась и я вот так выворачиваю. Вот так я думаю что не принципиально, кому как удобно. Ты как считаешь что ли? Неожиданно. Папа, ты вырезала кружочки? Молодец, надо много кружочков? Там можно улучшить. У всех колодков. Ты стекла. Можешь еще одну, мам? Даже можно и потолще делать. Можешь еще одну, мам, надо взять? Папа. Возьми открытку. Смотри. Ух ты! Красиво. Это я сделала тебе. Мне? Угу. Это уже поделка я тебе на работу, да? Да, мам? Что? Я уже поделка я тебе на работу, да? Мне на работу? Угу. Будешь? Ну мне папа так и сказал, да папа? Нет, это мы будем делать поделку с вами. Куда? На. Кружочки, конечно. Можно открытку? Можно. Хочу с детьми сделать шар из этих старых открыток, из картонок. Повыбрасывал от упаковки из подлега, сейчас бы пошло все это сюда. Ну дети вот стараются, вырезают кружочки. Мам! 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 Самостоятельно рисует и вырезает. Я думаю, для четырех лет это хорошо. Мам! 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 Надо этот делать потолще, я давно не делала. Тесто? Угу, это очень тонко я раскатала, но будет суховато. И когда потолще делаешь, оно пышное и вкусное получается. Помощница? Тайчик? Помощница? В общем, продолжение следует. В общем, друзья, жарим, уже не знаю в какой раз накладываем. Готовых изделий не прибавляется. Вот, детвора ныряют, мы ныряем. А еще оказалось, что я не знаю, чего я хочу. Дуй, 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 на стол положи. Я почему-то думал, что вергуны и хворост это одно и то же. Оказывается, это разные вещи. Я когда был маленький, у меня родители говорили на хворост вергуны, вергуны. Вот. Ай! Ай! Короче, мы не поняли друг друга. И он вспомнил, что я готовила вергуны. А, ты такое готовила! Ну, я думал, что это вергуны. Ну, да. Оказалось, я готовил вергуны, и он говорит, что я их не готовила. Он хотел хворост. А говорил, вергуны, вергуны, сейчас сделаем. Ну, в следующий раз, значит, будем готовить хворост. Когда этот следующий раз? А, не знаю, что я снимаю. Я переворачиваю одной рукой. Переворачиваю одной рукой. Одной рукой, одной вилкой. Так что не поняли друг друга. Такое бывает. Угу. Сейчас. Угу. Угу. Они и так вкусные. Угу. Сахарный пудрилок можно еще посыпать сверху. Уже мы поели. Очень вкусно. С молоком. Дорогие друзья, готовь. Ну, примерно столько же съели. Натя, кушайте. Да, они уже наелись. Нет, они вам пришли кушать. Еще? Да. Вот тебе таилка. Компотик вам налить? Нет. Мы встали, сегодня уже вечер. Раскрыли вторую банку компота. Да, компоты мы любим пить. Мы сами закрывали. Это вишня у нас. Покажем вам весной мастер-класс, как закатывать компоты. Угу. Так вкусно? Да. Вкусно, да, Виса? Угу. Сколько банок мы, бывает, закатываем? Косичка. 50? За сутки? За сутки. За сутки. За день. Ну, с утра до вечера. Да. Косичка. В общем. Косичка. Так прошел у нас день. Всем пока. 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 Косичка. О, seeking косо iphone. Я正. Продолжение следует...